Бумажник или кошелек похудел. У многих людей это воображение и остается взрослых их жизнь. Они становятся поэтами, художниками, музыкантами, сказочниками. А важнее добрыми, чистыми, доверчивыми людьми. Таким был Ханс Кристиан Андерсон, выдавивший нам множество удивительных историй сказок и жизни вещей. И про лавянного солдатика, и штокольную игру, и про огню, и про новое платье короля. Таким был современник Андерсона, наш великий соотечественник Александр Сергеевич Кушкин. Добрым, доверчивым, светлым и искренним. Сказки Кушкина все мы изуздаем с детства. И вы все, наверное, все помните прекрасно, в какой сказке было зеркальце. Зеркальце не простое, а говорящее. Дорогие друзья, мы вас приглашаем стать участниками нашего театрализованного представления. По мотивам этой сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Итак... Э-э-э, стой во поле роща, стой во поле роща, стой не раз, цветай, стой не раз, цветай. Э-э-э, стой мой город родник, э-э-э, стой мой развеселый, стой не раз, цветай, стой не раз, цветай. Э-э-э, в этом хороноге, э-э-э, в этом развеселом девушке, ходи, э-э-э, ты обрани. Э-э-э, в семья девятом дальнем царстве, в тридесятом государстве, жил да был на свете царь, всемогучий государь. Справедливо брать, строго, выпала ему дорога, и с царицей простясь, на добра коня садясь. Путь дорогу старидился, широко перекрестился и умер. У окна стела ждать его одна, его верная жена. Не видать милого друга, только видит, вьется вюток. Снег валится на поля, вся белещенькая земля. Вот сочет в самую ночь, бог дает царице дочь. Мама утром, гость желана, день и ночь, так долго жданы. Издалече, наконец, воротился царь-отец. Мама взглянула, тяжелехонько вздохнула, восхищение не снесла и к обедне умерла. Мама царь был неудешен, но как быть, и он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Правда, молитв, молодец, ухи прям с собой солица. Высока, стройна, пила и умом, и всем тела. Но зато горда, лавнивок, фейнравра и лавнивок. Ну, входи скорее, старик. Видишь, зеркало, оно мне преданное дало. Свойства зеркало имело, говорить оно умело. Говорило много лет, что у меня прекраснее нет. Вдруг плохо, почему, что случилось, не пойму. Да, былого свойства нет. Дать могу такой совет, чтобы стало вновь, как было. Чтоб опять заговорило, зеркальце твоё царице. Нужно, чтобы все девицы ото всех краев земли показать себе могли. Зеркальце, чтоб красотою, красотой и добротою налился изнутри. Вот тогда у него смотри. Ты, старик, в своём уме, мне в девичьей кутерне предлагаешь находиться. Ты забыл, что я царица? Воля, матушка твоя, всё сказал, что знаю я. Я на свете всех милее, всех ремняней белее. Нет, не хочет дать ответ. Что ж, приму я твой совет. Сам зови девицей, да чтоб толк не был от них. Ладно, матушка, садись. Да терпенью наберись. Что бзю? Если зеркальце сочтёт, то девицу, что войдёт, Удивительно красивой, доброй, милой, несварливой, То подаст она нам знак. Зазвучит тогда вот так. Зазвучит тогда вот так. Зазвучит тогда вот так. Зазвучит тогда вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свет наш, солнышко, ты ходишь круглый год, По небу сходишь зиму с теплую и с весной, Всех нас видишь под собой. А не откажешь мне в ответе, Не видала ли, где на свете Ты, царевна, молодой, я жених ей. Месяц, месяц, мой дружок, Позолочь мой рожок, Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицей, светлоокой, И обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя. А не откажешь мне в ответе, Не видала ли, где на свете Ты, царевна, молодой, Я жених ей. Ветер, ветер, ты могуч, Ты, конечно, и туч, Ты волнуешься, не море, Всюду веешь на просторе. А не откажешь мне в ответе, Не видала ли, где на свете Ты, царевна, молодой, Я жених ей ее. Ты зачем, родная матушка, Рано белый свет покинул? Без тебя, родная матушка, Много лет и весенней. Дни в печали полетают, А зачем живу, не знаю. Ой, вы молодцы, честные, Братцы вы мои, родные, Пусть Бог велит, Не сойти живой мне с места. Как-нибудь, ведь я невеста, Для меня вы все равны, Все удалы, все умны. Всех я вас люблю сердечно, Но другому я навечно отдана. Мне всех милей, королеви Чилисей.